В Лангепассе выбрали лидеров 21 века. Здесь прошел муниципальный этап конкурса руководителей молодежных объединений. Восемь конкурсантов возрастом от 14 до 24 лет представили социальные проекты. Причем, чем более творческим был подход к выступлению, тем вероятнее был шанс попасть в окружной этап. Ежегодно фестиваль собирает десятки креативных и перспективных парней и девушек. В этом году на конкурс поступило 8 заявок. Из них выбрали две лучшие. Окружной фестиваль «Лидер 21 века» пройдет в ноябре. Мой проект называется «Цветия народов». О нем я расскажу, как важна дружба народов, так как наш Лангепасс, вообще страна в целом, многонациональная. И все больше людей поступают. Почему именно детский сад я выбрала? Потому что именно старший дошкольный возраст является такой основой, чтобы заложить в детях толерантность. Сегодня я предложу подробно рассмотреть приложение ТикТок, его влияние на психику и развитие подростков в целом. Интернет-секьюрити – это мобильное приложение для телефона, которое позволяет отслеживать негативную деятельность в интернете. В Нижневардовском районе в преддверии зимы отрепетировали развертывание мобильного пункта обогрева. Палатки, комплекты, теплые одежды, мобильные обогреватели и электростанции – все это появляется в случае чрезвычайного происшествия в считанные минуты. По легенде учений, в которых приняли участие полтора десятка человек, на дороге произошла крупная авария. Необходимо обеспечить место для обогрева пострадавших и работы специалистов, например, медиков. Палатки укомплектованы аптечками, раскладушками, спальными мешками. Температуру воздуха внутри можно поднять до 30 градусов, а чтобы пункт обогрева можно было заметить издалека, место обозначили с помощью световой башни. Данное учение у нас проходит ежегодно. И, как показывает практика, ежегодно навыки и совершенствования сотрудников учреждения оценивается как хорошо. Проводится такая тренировка для обеспечения безопасности граждан на автодорогах в случае понижения резких температур для обогрева граждан. Палатку развернули за 45 минут, что показывает уже слаженные и своевременные задачи, которые выполняет каждый сотрудник, уже знает, что необходимо выполнять. В Ханты-Мансийске разработают северный стандарт всесезонного использования общественных пространств. Накануне глава города Максим Ряшин провел встречу с архитектором из Москвы, основателем бюро «Воу-Хаус» Олегом Шапиро. Во время встречи говорили о ближайших планах на благоустройство набережной Иртыша и о реконструкции архивопарка. Глава Ханты-Мансийска предложил архитектору подключиться к работе по их проектированию, обозначив ключевое направление. Пространства должны быть максимально приспособлены к любому времени года. Отметим, что Олег Шапиро высоко оценил градостроительный потенциал Ханты-Мансийска. Архитектор предложил организовать на базовой кафедре муниципального права и урбанистики Егорского госуниверситета обучающую программу по направлению «Урбанизм северных территорий». У посетителей Покачевской библиотеки появилась возможность глубже познакомиться с произведениями югорских авторов. Теперь в фондах этого раздела почти полсотни наименований. Например, книга Еремея Айпина «В поисках первой земли», которая ранее издавалась только на финском языке. А еще произведения Екатерины Емельяновой, Валерия Михайловского и Анны Коньковой. А также собрания хантыских и мансийских сказок. Есть и периодика, журналы Ханты Ясон и Луима Серипас. Их можно почитать прямо в библиотеке, а можно отсканировать QR-код и ознакомиться с электронным вариантом издания дома.